Добрый день, дорогие друзья! Добрый день, уважаемые телезрители! В центре Сан-Гейтс мы находимся. Меня зовут Майкл Мелехов и у нас в гостях интернет-ТВ Чикаго. И очень интересная программа, культурная программа. И очень интересный человек, которого я сейчас через секунду представлю. И, в общем-то, это может быть не совсем обычно, поскольку о культуре на этом канале мы не часто говорили. Но вот сейчас, это уже вторая передача, и мы будем говорить об, как я вам сказал, очень известном человеке далеко за пределами города Чикаго, далеко за пределами страны Соединенные Штаты Америки. Человек, принадлежащий, я бы так сказал, миру, поскольку русские сейчас везде. Мы говорим на русском языке, и это певец, композитор, автор стихов, исполнитель своих песен Барт, которого зовут Григорий Дикштейн. И я лично очень рад нашей встрече. И сейчас мы немножко поговорим, а говорить мы, естественно, будем об авторской песне. Мы будем говорить о самом Григории, который недавно, не побоюсь этого слова, ответил свой грандиозный юбилей. Дорогие друзья, вы видите на экранах этого человека, и вы не поверите, ты же не будешь в своем возрасте. Ну и не девочкой, я бы не объяснял. Да, 80 лет. Да. Это просто невероятно. Ну, а рядом с ним сидит его спутница многолетняя, его замечательная жена Марина, которая идейным торговителем, наверное, всего этого процесса. Что называется? Муза, творчество. Мы видим о том, что там просто сборник стихов. То есть это хранитель всех буквально, так скажем, музыкальных традиций Григория. И несмотря на, так сказать, свой молодой возраст, Григорий абсолютно точно помнит все свои песни. Но, тем не менее, подстраховка нужна. Поэтому на всякий случай у Марина лежит, так сказать, пепитр с его стихами. Стихи просто потрясающие. Которые не понадобятся. Гриш, сколько песен было написано? Порядка 500. Порядка всего лишь 500 песен. Значит, знакомые по всему миру, правильно? Знакомые, известные и имена известные. Ну, да. В принципе, если заглянуть в YouTube, можно тебе огромное количество. Да, просто в интернете написать мое имя по-русски или по-английски. И вся эта информация выскочит по мне, по-моему, до моей странички. Более того, в течение многих лет, сколько, 23 года на радио? На радио, да. 23-й год пошел. 23-й год постоянных передач, которые называются «Поющие поэты». Точно. «Поющие поэты» – это на одном из старейших радио, этнических радио, русскоязычных радио города Чикаго, где Григорий ведет эту страницу и приглашает туда очень и очень известных исполнителей, авторов, исполнителей песен, не только своих, кстати, а песен и тех авторов, которых он представляет на этой страничке. Странички, и это очень известные люди. Авторская песня, бардовская песня. Гриш, а что такое авторская бардовская песня и насколько она популярна сегодня? Ну, еще популярна, слава Богу, достаточно популярна. Вот мы сейчас ожидаем в гости песни нашего века, и можно заглянуть будет в зал и посмотреть, насколько она популярна. Я думаю, что будет много народу. Что касается моих гостей, я очень рад, что я работаю с этой программой столько лет, поскольку мне удается встречаться с самими любимыми авторами, с самыми, которые, в общем-то, всем хорошо известны. Они были моими гостями на этом радио. Остались архивы, тоже очень приятно. Ну, и я всегда жду к себе в гости людей, которые появляются в Чикаго со своими песнями. Это хорошо известны авторы или молодежь, которая тоже у меня появляется. Я всегда говорю, милости прошу. Несколько имен. Ну, Евтушенко там вознесет, это не будем о них. Нет, ну, поэтому я поэтические вечера не провожу. Городницкий у меня был, Юра Кукин был, когда еще был жив, Юля Ким неоднократно был, из поющих Галя Хомчик, Леша Брунов, Кочетков Миша, Долина неоднократно была, Вероника. Нателла Болтянская. Ну, почему же, я сейчас теперь читать. Нателла, конечно, Нателла Болтянская, подруга наша. Я могу добавить, в доме есть постер, это его афиша, еще из Харькова. Вот, она исписана, начиная от Никитина, Евтушенко, автографами людей, которые побывали в доме, и их пожелания. Я два года проработал в филармонии официально, на ставке, шел в спектакль с твоими песнями, и я их сам пел, и у меня появились афиши, потому что был выход уже на филармонии. И вот эти афиши у меня сейчас висят дома, и на них, значит, и автографы. Да, выпущено огромное количество дисков, сегодня это диски, раньше это были виниловые пластинки. Да, на фирме «Мелодия» выпустила три мои пластинки, в 87-й, 89-й и 90-й год три пластинки вышло. Это не каждый мог похвастаться. Это вот такие вот, глиняные. В то время, в то время, это было... Это варка, варка из Харькова, вы понимаете. Да, я же, так сказать, человек из провинции. Из местечка Харьков. Да, из провинции, к сожалению, был превращен редакторами и записан, и так далее. Да, ну вот видите, дорогие друзья, из местечка Харьков, местечка Чикаго, сегодня вот по-прежнему творчество идет полным ходом. Гриш, ну давай сыграем тогда, а что-нибудь уже, да? Да, вот... Вот про судьбу есть что-нибудь? Вот я все время про судьбу люблю. Про судьбу? Ну есть, конечно. Это, дорогие друзья, это экспромт. У нас не было никаких договоренностей, что мы будем играть. Никаких репетиций не было. Никаких репетиций не было. Никаких репетиций, что и как мы будем играть, о чем мы будем говорить. Из колес буквально. Я могу сказать, я понятия не имею вообще, о чем я говорю. Вот я вижу Григория Денштейна, творческого человека, у меня сразу творческий порыв, я начинаю что-то там задавать какие-то вопросы. Давай, брат, попеняем на судьбу, Поплачем о ее несовершенстве, О дураках, живущих во блаженстве, О мудрецах, блаженных в окрову окрае, О взорванных вожекей, где в реках, Что не рыбка, то пиранья, Живу шалея от непониманья. Казалось бы, таких простых вещей Мы молотыми дали И серопы пред пошлостью Сегодня бисер мечен Оправдываться незачем и нечем Гол и король, и мальчики-столбы Скажи, кому нужна игра ума и смысла По таленне глубины, но ведь, да бог, мы все-таки любимы Хоть поняты немногими весьма Давай, рыбанем, рыбаки на груди Будь даже мы гостями где-то ляжем Играючи, да даже в саботажем Еще не вечер, а что-то впереди И ежели с горы, то хувырком А с ярмарки, так кто же ни в убытке Ни с мелочью, какой иголки-нитки А с песенкою в шляпе и верхом А с песенкою в шляпе и верхом Совершенно замечательно Гриш, а вот все-таки порыв творчества Он как-то неуправляем, по-моему, да? Вот что приходит, то и пишу Или есть какая-то тематика? Это оттуда все, да Но тематика же есть какая-то? Чего больше привлекает, скажем? Тематики, у меня очень разнообразная тематика Поэтому мне строить концерты свои легко Они разнообразные Я ориентируюсь на публику, которая приходит Даже в процессе концерта могу поменять полностью программу Это мне легко, потому что запас песен довольно большой И начиная от давних моих, так называемых, походных, туристских песен Которые стали очень широко известны по всей стране Я до сих пор даже удивляюсь, почему их не поют песни нашего века А кто поет? Поет народ, конечно Можно открыть просто... Какая самая известная песня? Вот из всех времен... Самая известная прощание с летом 75-го года Горячая, черная картошка печеная Согрей ладошки Мы с летом прощаемся Попробуй пару куплетов Может не всю песню Если помнишь? Помню Наверно помню Господи... Не всю, да Не надо всю, может быть, по куплетик У нас все-таки формат какой-то ограниченный по времени Один куплетик Напомните Гречей черной картошкой печеной согрей ладошки Мы с летом прощаемся В огонь затухающий дров подбросим Зима прокинет на ветки, на кире снегу Лукошка Наверно лишь завтра Сегодня ж хозяйка Осень Зима прокинет на ветки, на кире снегу Лукошка Наверно лишь завтра Сегодня ж хозяйка осень до первого снега поланим мы с нею до первой юги и птицы поспеют рябины поспелы ответа и рассыпь и горечь релины как горечь обиды на дальнем юге тоскоек наполнит и наше наполнит осень как тесно сидим дыханием единым наполнил песни они не молитвы но ими налитой сердец колосья все тяготь будет что было что будет делить бы вместе но смолпа гитара пешёвблочко пара дорогие друзья григорий дикштейн композитор автор стихов поэт исполнитель какой год 75 75 каких-то 42 года тому назад была создана эта песня как сейчас вот видите это даже больше чем митяевская песня как здорово что мы здесь сегодня записано много раньше было и я ехал 75 году получил первое место на грушинском фестивале кстати с красной диплома ехал в электричке уже в город куйбышев эту песню начали петь там там да ребята ребята вот автор сидит ты что-то начали меня раскачивать давай пой на те гитары а вот песня нашего века проект который был создан сколько уже лет 15 я боюсь что и больше же очень давно но я помню его создание наверное где-то примерно в этом районе и еще на шаре 2000 а ты сам не участвовал к сожалению я сказал наши общие знакомые ребята что что-то не приглашается да а галочка сказал он тоже уехал вот видите дорогие друзья мы да мы находимся в соединенных штатах да мы находимся далеко от нашей родины она тем не менее остается нашей родины поскольку и говорим то мы по-русски и надо сказать сколько бы не было русскоязычных людей за пределами бывшего советского союза тем не менее но люди может быть наши нашего поколения никогда не будет американцами и мы не собираемся ими быть как бы этого не хотели представители так скажем высших кругов соединенных штатов америки культурные корни мы не вырвали из той земли да это что мы уехали вот доказательство того что мы с вами дорогие друзья это наши программы которые идут на интернет телевидении города чикаго и центр сангейс рад принимать этот проект это что мы ведем наши программы другом формате интернет радио чикаго сангейс это и говорит об этом и это будет идти вот скажем в ютюбе и дальше вы можете знакомиться с этим гриша приглашает и куда-то там за рубеж имеется ввиду за рубеж средневных штатов из-за тебя конечно конечно я за время пока я тут живу живу здесь 10 2 года уже мы одинаково да и за то время у меня были концерты в украине я был это было в 2002 году у меня были концерты там в разных городах украины в германии во франции в швейцарии в канаде в израиле ну и здесь по-моему мы объездили садимся в машину и поехали через всю америка до калифорнии обратно и все с концертным по разным городам большим и малым я хочу сказать вот греша сейчас вспомнил про нашу общую знакомую действительно очень хорошего общая наши знакомые а так вот она здесь бывает наверное не мечом она бывает там раз году наверно вы сказать как дом родной да речь идет о нашей дорогой и любимой галине хомчик которая тоже известно всем и мы действительно очень большие друзья но это конечно шутка что могут уехал не уехал но проект есть проект там действительно люди которые проживают там и песни нашего века приезжали сюда много раз более того даже два раза я сам делал эти концерты здесь организовал у нас в чикаго и в нью-йорке и могу сказать не понаслышке сам так сказать чуть ли не собирал залы воспринималось это очень и очень на ура очень тепло очень тепло ну состав не меняется он что-то так вот в основном меняется меняется не мяча я разрешил радио рекламу и сказали что вот мало известны и назвали лена фадалена фролова извели на фролова призерам всесоюзного фестиваля я был жюри тогда леночка очень хорошо показалось и вот она работает театре камбур и хорошо знают даже хорошо хороший автор замечательный она не поет а медитирует и обязательно надо слушать ну на самом деле на самом деле может быть она известны и здесь все-таки здесь культура несколько другая я я лично и так это мое облице вот центр которая представляю и интернет-телевидение чикаго очень рад о том что мы можем принять таких людей здесь и действительно искренне рад потому что и за вас дорогие друзья потому что не заслуженно это забыто ну понятно заполонила все причем давно попса допустим да нет ничего плохого и нет ничего такого но почему забыто вот это из души идущие разные вкуса разные людей но это этот жанр своеобразный очень теплый он думал будет еще жить и жить я надеюсь во всяком случае на моей памяти так точно у нас здесь буквально несколько дней назад было или на бабки исполнительный сад песен в том числе греш твоих песен и мы попросили я попросил сыграть плач невесты обалденная это та самая сейчас смотрю муку без колорит который был 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 это то что жванецкий который об этом все рассказывал так сказать еще с той поры и райкин который его миниатюры играл и вот этот вот стихи это совершенно обалденно есть что-нибудь в этом плане еще ну конечно есть колорит потому что потому что потому что этот эта песня которую спела эла это из спектакля и спектакля это музыкальная композиция то мой моя вторая пластинка записана на мелодии это она была записана просто по мотивам да по мотивам бабеля и воспоминания его современников а как это делалось слова в одессе нету просто как это делалось и мы здесь пять раз в чикаго спектакль ставили и элла в этом спектакле участвовала и пела ту песню как раз которую мы окей дорогие друзья этот сегмент нашего встречи с григорием дештейном подходит концу по причинам того что у нас есть определенное время или рамки временные рамки сегментные но мы сейчас перейдем в следующий сегмент и продолжим нашу встречу дорогие друзья интернет-телевидение чикаго центр сангейс григорий дикштейн марины дикштейн майкл миликов спасибо сказать не уходите для уходите как надо